Удобные исторические теории, простые, стройные, известные каждому со школы, будут опровергнуты. Забытая история. Забытая история. Хорошо. Прошлый раз, прошлую субботу я рассказал про радиоанализ, но был немножко скован. Оказывается, здесь ведущие вполне лояльно относятся к тому, что говорят гости их студии. Были заданы грамотные вопросы в развитии темы. Всем спасибо. Сегодня я себя чувствую вполне комфортно и расскажу про дендрохронологию. Первое, что это общая основа дендрохронологии. Второе, состояние эгейского дендрохронологического проекта. Потом состояние дендрохронологических проектов России. И более подробно состояние дендрохронологического проекта Новгорода. Имеются природные архивы информации. Это древесина годовых колец, ленточные глины с сезонной слоистостью, ледники с годовыми слоями льда, сталактиты с годовой слоистостью. Вся эта информация датирована. И мы можем ее по этой же информации узнать, какой год, что к нему приурочено, и какая информация содержится в слоях гренландского льда или в древесине на конкретный год. Но, кроме того, природными архивами являются все отложения озер моря и окирианов, торт болот. Мы этим можем пользоваться только в том случае, если у нас имеется надежная хронологическая привязка этой информации. Но в природных архивах записаны вариации и вектор напряженности геомагнитного поля, вариации солнечной активности, даты извержения вулканов, данные, характеризующие климат, деяния людей и многое другое. Подождите, я, можно вас попрошу уточнить просто. Я вот когда смотрел, например, про дендрохронологию, очень многие говорят, для них это очень просто. Вы так сразу много говорите, а там написано, допустим, дендрохронология, это когда по кольцам растений, то есть по солнечной активности и все. Понятно. Мы до этого дойдем сейчас. Хорошо. И природным архивом является и тело человека, в нас записана эволюция, которую прошло человечество. Но дендрохронология или по-простому древесно-кольцевой анализ, начало развиваться с начала 20 века, у большинства деревьев четко выражены годовые кольца. Это так называемый годовой прирост древесины. Их ширина отражает ту климатическую ситуацию, которая имела место в год формирования кольца или предшествующие ему годы. Климатическая ситуация в регионе, ну, как правило, более-менее однородная. И поэтому деревья одинаково откликаются на эту ситуацию. При благоприятных погодных условиях, как правило, это влажно и тепло, годовое кольцо будет широким, при неблагоприятных, сухо и холодно, тонким. Технология построения дендрохронология очень проста, ведущая здесь абсолютно прав. Делается спил из стволов деревьев, замеряется ширина годовых колец и строятся их графики. Графики по разным деревьям совмещаются друг с другом по параметру максимальный коэффициент корреляции. Ну, естественно, это простота кажущаяся. На самом деле все действия формализованы, имеются пакеты обрабатывающих программ и вот эти вот технологические вещи и позволяют построить надежные дендрохронологические шкалы. Различают абсолютные и плавающие дендрохронологические шкалы. Абсолютные – это те, которые привязаны к современным деревьям. Дендрохронологическое датирование по этим шкалам является независимым. Плавающие дендрошкалы построены для отдельных археологических объектов. Их абсолютное датирование выполняется тремя методами. Это по составлению с абсолютными шкалами других регионов или уже датированными плавающими шкалами, по историческим данным, радиоуглеродным методам и имеется еще один метод, о котором я скажу позднее. Естественно, датирование по плавающим дендрошкалам не является независимым. У дендрохронологии имеются три области прикладных исследований. Это датирование событий в прошлом человечества и природных объектов. Ну, это строительство храма, строительство крепостей, строительство моста или для природных объектов. Это годы активизации ледника. Климат, наверное, можно изучать. Подождите, да. Это уже вторая область применения. Это изучение климата в прошлом. Вы абсолютно правы, включая климатические события. И третий аспект – это изучение характеристик экосистем в прошлом. Например, конкретного лесного массива. Вот две последние задачи дендрохронологии, они взаимосвязаны. Кроме того, в прошлой передаче я сказал, что по дендрохронологическим данным построена калибровочная кривая радиоуглеродного датирования. И дендрохронология применяется в криминалистике, например, определение дат незаконных рубок. Вот теперь мы перейдем к эгейскому дендрохронологическому проекту. Его цель – это построение, создание абсолютной дендрошкалы для эгейского и близне-восточного регионов от современных деревьев до первых тысячелетий, до нашей эры включительно. То есть хотят его построить, хотели построить или хотят построить примерно длительностью 4 тысячи лет. Занимается этим уже 35 лет лаборатория дендрохронологии Корнельского университета США. Но эти работы сопровождаются громкой рекламной кампанией, и которая создает видимость того, что проект вполне успешный. Это не совсем так. Основные результаты эгейского проекта сводятся к следующему. Построены абсолютные дендрошкалы для различных пород деревьев. Это дуб, можжевельник, кедр, сосна от современных деревьев до 1750 года нашей эры. Построена плавающая эгейская дендрошкала по можжевельнику для периода 2657-645 годов нашей эры. Абсолютное датирование ее выполнено по данным регулиродного метода. И точность плюс 4, минус 7 лет. Ну, опубликовано в 2005 году плавающая мастер-хронология эгейского проекта. Это охватывает второе тысячелетие до нашей эры. И опубликованы результаты дендрошронологического датирования. До последнего тысячелетия, вот нашего тысячелетия, которые привязаны к абсолютным дендрошкалам, их много. Для плавающей дендрошкалы, ну, там, единицы этих датирований. И вот здесь вот у дендрошронологического этого проекта, у дендрошронологии выявились две очень серьезные проблемы. Первая проблема – это римский пробел назвали, это самое, романгэп. Это от 750 года до нашей эры, до 750 года нашей эры, не удается согласовать дендрошкалы. Чего они пытаются сделать для самого интересного периода истории этой античности, ничего у специалистов не получается. И вторая проблема – они назвали ABA-проблем. Это проблема за 2300 год до нашей эры. Там абсолютно, даже имея большой массив радиоуглеродных дат, специалисты не могут согласовать между собой эти дендрошкалы. В своих публикациях я показал, что обе эти проблемы связаны с системной фальсификацией результатов радиоуглеродного датирования. То есть здесь радиоуглеродное датирование устроено так, что дает даты за счет нереальных эталонов и нереальной калибровочной кривой, дает даты, которые соответствуют традиционной истории, традиционной археологии, но на 100% все это увязать не удается, поэтому, опираясь на эти даты, дендрохронологический проект зашел в тупик. Я должен напомнить, это радиостанция «Говорит Москва» в программе «Забытая история» сегодня заведующий лабораторией геофизики Волга-Урал Непегаза Анатолий Тюрин. Мы говорим о дендрохронологии. Мы еще должны дойти до новгородской дендрошкалы, об этом мы будем говорить чуть подробнее. Напомню, это прямой эфир, значит, можно писать на смс-портал «Плюс семь девятьсот двадцать пять четыре восьмерки девяносто четыре восемь». Можно через сайт «Говорит Москва.ру» присоединяться к этому разговору, можно писать через твиттер «Говорит МСК». Ну вот, давайте дальше. В 2002 году с эгейским дендрохронологическим проектом случилась драма. Ну, может, это уже трагедия. Один английский исследователь Кеннон опубликовал статью в хорошем журнале и показал, что все радиоуглеродные даты для второго тысячелетия до нашей эры системно сдвинуты относительно археологических дат и исторических примерно на 200 лет. Ну, авторы дендрохронологического проекта ему ответили, вступили с ним в бурную дискуссию, их статья так и называлась. Никаких системных сдвигов, дат, нету. Эта дискуссия была и на русскоязычных сайтах, в том числе на форуме антифоменковской направленности Михаила Городецкого. Там специалисты, действительно хорошие специалисты, физики, бурно отстаивали позицию, что радиоуглеродное датирование полностью, даты полностью соответствуют историческим и археологическим. Но факт и упрямая вещь. И в 2004 году авторы дендрохронологического проекта признали, что даты действительно не соответствуют на 100 лет для проекта одного объекта Гордион. Это считается, что это могила Медаса. Я анализировал все эти даты. Действительно, хронологический сдвиг имеется. То есть исторические и археологические даты между собой увязаны. Историки знают, когда кто родился, даже знают, что думали отдельные правители. А вот радиоуглеродные даты системно им не соответствуют. Где соответствуют, а где какие-то интервалы большие, несколько сот лет, не соответствуют на 200 лет. И вот на эти даты специалисты в дендрохронологии, на этих датах, которые друг другу не соответствуют, они собрали дендрошкалу для второго и частично первого тысячелетия. Естественно, кто понимает, в чем здесь дело, тот считает, что... Ну, можно считать, что это уже трагедия. Ну, а кто не понимает, ну, мелкая неувязка, это самое. Нет, ну, подождите, когда вы говорите мелкая неувязка, с одной стороны, а трагедия для других. Какие-то согласованные даты-то все-таки есть при этом? Нету. Это проблема сейчас. Это проблема уже не дендрохронологии, это проблема общей хронологии. Радиоуглеродные даты системно не соответствуют датам для второго тысячелетия нашей эры. Вот. И там у археологов все детально увязано. Допустим, извержение вулкана Тера, пепел распространился по всему региону, образовал пласт, они знают его дату, они и по нему датируют, что выше, что ниже. Но у радиоуглеродной датирования дают другую дату, примерно на 150 лет ниже. И вот согласовать это уже сегодня невозможно. Это кого-то придется из этой истории исключить, а кого-то куда-то включить, что-то растянуть, что-то сжать. Вот так это и будет оставаться, как оно остается. Напомню, Анатолий Тюрин с нами сегодня заведующий лабораторией геофизики Волга, Урал, не Пегаза. Теперь давайте все-таки как-то потихоньку надо перемещаться все ближе и ближе к новгородской дендрошкале. Это, кстати, единственная в России дендрошкала. Нет. Теперь вот как раз мы переходим к дендрошронологическим проектам России. Но их состояние... Я посмотрел самые последние публикации. Это 2009 года. Это Карпухина, который рассматривает все дендрошкалы для археологов. И Тарабардина, который рассматривает состояние новгородской дендрошронологии. Это, кстати, вот тоже... Это абсолютные или плавающие шкалы? Сейчас, 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 сейчас. Всего для европейской части России, для, подчеркиваю, археологических дендрошкал составлено 17 дендрошкал. Все они плавающие. Про новгородскую шкалу мы поговорим позднее. В ней уже сегодня 7277 образцов. Других шкал, которые продвинуты в наше время, наиболее представительны. Это шкала по Твери. Здесь 504 образца. И она доведена с 1064 года до 1914 года. Это соответствует дате основания города. 1135 год. Вот про нее мы тоже поговорим позднее. Представительная шкала по Пскову. Там 1990 образцов, но она доведена до 1767 года. По Смоленску шкала доведена до 1605 года. И не подтверждает дату его основания. Он основан раньше, чем начинает шкала. И вот Носовский здесь выступал две недели назад. Он говорил, очень мало ведется, очень небольшие исследования Ярославля. Так вот, Ярославль здесь, конечно, в дендрохронологии совсем обижен. Дендрошкала по нему от 1091 года до 1368 года. По Вологде и Ростову Великому имеются по две плавающие дендрошкалы, которые между собой не перекрываются. По Торшку три таких шкалы. Ну и вот еще последний. Так это Старая Русса. 1436 год. Это окончание шкалы. Орешек. 1525 год. Карела. 1530 год. Белоозеро. 1282 год. И Коломна. 1417 год. То есть все 17 дендрошкал, которые имеются в распоряжении археологов, все они плавающие. И вот здесь вот имеется одна очень такая нехорошая неточность в публикациях. Почему это специалисты, которые опубликовали эти работы, и другие специалисты называют эти шкалы абсолютными дендрохронологическими шкалами. Это не так. Эти шкалы, их статус, шкалы плавающие, абсолютно датированы по историческим датам. Вторая особенность этих публикаций, ну, уже в них не сказано, как датированы эти плавающие шкалы. Ну, я так думаю, что уже специалистам в 21 веке стыдно говорить, что их вот эти вот огрызочки, их плавающие дендрошкалы датированы по историческим датам. И третья особенность дендрохронологии – все эти шкалы засекречены. Если для западных школ, для западных проектов есть международные проекты, где опубликованы дендрохронологические шкалы, включая все деревья, по многим регионам, то, подчеркиваю, наши все шкалы засекречены. Я к этому вопросу еще вернусь чуть позднее. Можно задать один вопрос? Вот вы когда говорили, вы говорили, что вот по этому городу, допустим, до этого года, по этому городу до другого года. А почему там до 2015-го-то не доводит? Я не понимаю. Я тоже не понимаю. Сейчас мы потом, вот мы идем, мы это зафиксировали. Дальше я расскажу. Хорошо. Обязательно этот вопрос мы ответим. Вот. И здесь сразу возникает вопрос. Вот ведущий грамотно, мгновенно сориентировался и задал вопрос. Почему? Ну, первое, что подозрение, что специалисты напрочь не владеют современными технологиями. Но это не так. Сделали они по... Эти же специалисты, это специалисты Института археологии Московского. Сделали они плавающие дендрошкалы по захоронениям, по курганным захоронениям плата ОКОК, это Алтай. И там они эту работу сделали просто на самом высоком методическом уровне. Увязали дендрокривые между собой. По ним определили очередность построения курганов. Курган А построен на 38 лет раньше кургана Б, а курган Б на 11 лет раньше кургана С. Выполнили автокорреляцию этих шкал, нашли здесь периоды климатических изменений в 40 лет, проверили свою технологию на карельской дендрошкале и заодно нашли там одно пропущенное кольцо, я сейчас точно не помню. То есть специалисты владеют технологиями, современными технологиями дендроанализа на высоком уровне. Но, тем не менее, свои шкалы до живых деревьев не доводят. Но, может быть, здесь какая-то другая причина, объективная, что невозможно довести. И это не так. Потому, например, недавно построены абсолютные дендрошкалы по Алтаю. Одна из них доведена до 1085 года от современных деревьев, а другая доведена до... Одна доведена до 795 года, а другая до 588 года. То есть проблем нет. И то же самое по европейской части России. Для Вологодского региона шкала доведена от современных деревьев до 1085 года, а по Соловецкому... И точно так же по Соловецкому региону. И вот здесь вот, по Соловецкому, до 1186 года. То есть проблем нет. И вот здесь вот интересный момент получается. У дендрохронологов, которые занимаются дендрошкалами для археологов, по Вологде всего 90 образцов и построены два огрызочка от 1217 до 1391, и от 1463 до 1742. А рядом... И эта шкала построена не просто по Вологде, а по деревьям, которые срублены вокруг Вологды и привезены туда для строительства. А в другой конторе из этой же Академии наук есть абсолютно датированная шкала, которая построена по тому же Вологодскому региону, и у них с этим все нормально. Таким образом, в дендрохронологии для археологов имеется какая-то специфическая серьезная проблема, не позволяющая построить абсолютные дендрошкалы. А у дендрохронологов, изучающих климат и экосистемы, этой проблемы нет. Что это за проблема? И вот потихоньку мы переходим к Новгороду. Две недели назад здесь Носовский рассказал про Великий Новгород. Ну, этому вопросу в рамках новой хронологии уделено большое внимание. И авторы, это Фоменко и Носовский, по Новгороду, тому, что считается Новгородом, выдвинули гипотезу или предположение, которое имеет пять элементов. Это общая гипотеза. Историческим объектом, описанным в летописях, как Великий Новгород, является Ярославль. Реконструкция. Реконструкция, они выполнили... Вот я статус зачитаю. Наша реконструкция подлинной дендр-хронологии Волховского Новгорода такова. Примерно в XV веке, а возможно и позднее, здесь возникли поселения. В XVII веке, во время войны Швеции, здесь пришлось построить небольшую крепость. Место было болотистое и так далее, и так далее. Приходилось класть новые слои плах, то есть половинок бревен. Так продолжалось, вероятно, до XX века. И вывод теперь третий. То, что сегодня принимается за Великий Новгород, позднее средневековое поселение с небольшой крепостью на реке Волхов. Давайте вот что сделаем. Я напомню, это Анатолий Тюрин, заведующий лабораторией геофизики Волго-Урал. Не Пегаза, это программа «Забытая история». Мы говорим о дендрохронологии. Уже дошли до новгородской дендрошкалы. И более подробно об этом будем говорить во второй части программы. Сейчас 15.30 на очереди новости, потом реклама, потом продолжим. Забытая история. Радиостанция «Говорит Москва» суббота, 6 февраля, 15.36. В студии Юрий Буткин, заведующий лабораторией геофизики Волго-Урал НИПИГАЗа Анатолий Тюрин. И мы продолжаем. Сегодня о дендрохронологии. Один из наиболее популярных и достоверных методов датирования, который используется для определения возраста археологических находок. Мы уже говорили о дендрохронологических проектах разных и дошли до Новгородского. Прошу. Я продолжу гипотезу Фоменко и Носовского о Новгороде. Частное заключение. Идентификация Великого Новгорода с поселением на Волхове не является случайной ошибкой. Это сознательная фальсификация. Пятое. Алгоритм. Главным элементом фальсификации является смещение хронологической составляющей археологии Новгорода на Волхове на 400-500 лет в более ранний период. Но у Фоменко и Носовского был предшественник. Это митрополит Евгений. В начале XIX века он издал книгу. Человек, он, наверное, был наблюдательный. Много ходил по окрестностям и видел, что там, где жили люди, это в окрестностях Новгорода, земля черная. Ну, то есть это от скотины, от навоза все. А вот где они не жили, она остается серой. И он увидел, что за пределами окольного города люди никогда не жили. И второе, он изучил все летописи про Великий Новгород, главное, в контексте народа, населения. И в конце концов сформулировал свой вопрос. Куда ж простирается многолюдный Великий Новгород? Археологи знают об этом вопросе, ссылаются на митрополита в части, что он первый обратил внимание на особенности культурного слоя Новгорода, но на его вопрос не отвечают. И вот здесь вот очень важный момент, это особенности культурного слоя Новгорода. Вот так получается, что как-то я проверяю по Новгороду и не только по Новгороду, авторов новой хронологии, и в конце концов прихожу к тому, к чему пришли они. Но в одном моменте они не правы, пусть они меня простят. Они считают, что, почему-то пишут, что Новгород стоит на болотах, это не так. Новгород стоит на серых глинах, плотных, имеющих хорошую несущую способность и являющиеся водоупором. Но прежде чем немножко я забежал вперед, я детально познакомился с отчетами археологов, опубликованных в виде научных статей, и детально разобрал по косточкам результаты раскопок. Раскопы. Это Неревской, Ильинский, Михайловский, Буяный, Рогатинский, Словенский, Кировский, Тихвинский, Людогощинский, Казмодемьянский, Дмитриевский, Троицкий, Наславный, на Ярославном дворе, на торгу, в Готском дворе, в Кремле. Всего изучил 18 раскопов. И здесь я просто реконструирую уже формирование новгородского культурного слоя. Когда-то здесь поселились люди, ну, может, это в 15 веке, может, в 14, может, в 16 веке. Они поставили прямо на почвенный слой, небольшой почвенный слой, который на глинах, поставили свои дома и начали там жить. Жили они в Новгороде всегда усадьбами и дворами. Площадь усадьбы от 5-6 соток до 15-ти, редко, и 20-ти, обычно там 8-9 соток. Жили они в крепости, которая считается Кремлем. Там дворы были поменьше, 3-4 сотки. Усадьбы были обнесены, как правило, чистоколом. Жили они, и их особенностью было то, что они держали много скота. Синокосы были рядом, богатые. Скот производил молоко, мясо, шкуры, кожи. А еще скот производил навоз. Часть навоза они вывозили люди в поля огороды. Здесь есть очень важный момент, который не знал митрополит. Внутри окольного города жили не только люди, но там были и поля, и выпасы, и синокосы. То есть сами поселения занимали там подчиненное значение. Так вот, часть навоза вывозили в поля огороды, а часть навоза оставалась в усадьбе. И постепенно он расползался по двору, чтобы можно было ходить. Его присыпали щепой, где-то ставили настилы, но рано или поздно навоз расползся и по улице, и по ней стало невозможно ходить. И люди положили первые мостовые. На почменный слой положили две лаги. На них обромки полубревна, это плахи. И так они решили проблему навоза. Но животные производили навоз, и рано или поздно у них стала заплывать их мостовая. У них уже опыт был. Они положили вторую мостовую на первую. И так до 30 раз. То есть основной, допустим, на Неревском мороскопе 18 ярусов мостовых. То есть основной ингредиент культурного слоя Новгорода это навоз. Второй по значимости уже подчиненный все это перегной, который образовался из навоза. Третье это щепа. Четвертое, ну, выкидывали продукты жизнедеятельности людей, выкидывали они там залу. Кое-где делали присыпки из земли. И случались пожары. Пожары тоже записаны в новгородском слое. С слойками угля. Вот этого слоя накопилось 6 метров и выше. Еще раз подчеркиваю. Это ни в коем случае не городской культурный слой. Это культурный слой сельских животноводов. Потом в 1701 году была война со шведами. И Петр I решил укрепить Новгород, Новгородскую крепость. И вокруг стен каменной крепости были возведены редуты земляные по правилам того времени. И люди от крепости были отселены, чтобы там враг по дворам, огородам не прокрался. И это означало, что вокруг крепости прекратилось накопление навозного слоя. И начал накапливаться городской слой. Потом в 1723 году принят указ Сената в Новгороде на погорелых местах хоромовое деревянное строение строить регулярно, как в Санкт-Петербурге. Это начало городской застройки. В 1778 году утвержден генеральный план перестройки Новгорода. В 1834 году утвержден новый генеральный план. Вот эти генеральные планы Новгорода это реализация программы городостроительства России, перевод городов на... Ну, в смысле, чтобы были каменные здания. Там, где возводились постройки городского типа, прекращалось, естественно, накопление навоза и начал накапливаться новый слой. Это городской культурный слой. Он сложен серой рыхлой землей с большим включением битого кирпича и бутылочного стекла. Нижняя его часть связана со строительной прослойкой каменных зданий. Границу между навозным и городским слоем является хронологически скользящий от 1701 года вокруг крепости и до начала 21 века. Это там, где снесли последние строения животноводов. Во время Великой Отечественной войны Новгород был полностью разрушен. После войны, что можно, там кирпичи разобрали, а что осталось, это все выровняли и образовался еще один пласт культурного слоя. Это сложен из продуктов разрушения городских зданий. Это Анатолий Тюрин. Я просто должен напомнить, заведующий лабораторией геофизики Волга-Урал не пегаза. Сегодня в программе «Забытая история» мы говорим о дендрохронологии и особенно подробно во второй части программы про новгородскую дендрошкалу. Продолжаем. И после построен город и до нашего времени образовался от пласта Великой Отечественной войны образовался новый еще один пласт городской культурного слоя. Вот в археологии Новгорода имеется одна хитрость или лукавство, я даже не знаю, как сказать. Культурным слоем считается только навозный пласт. То, что выше его, не описывается, не измеряется, никаких параметров не дается. Но это, конечно, не случайно. Я не укладываюсь во времени, поэтому сразу перейду к дендрошкале новгородской. Значит, на сегодняшний день имеется по Новгороду тринадцать локальных дендрохронологических шкал. Все из них одна шкала дотянута до первой половины шестнадцатого века, семь до пятнадцатого века, остальные до тринадцатого, четырнадцатого века. И, как я сказал, все эти дендрошкалы засекречены. Но так получилось. Я не буду на этом останавливаться. Самая первая дендрошкала Колчина чисто случайно попала в международные базы данных, откуда я ее взял и с ней начал работать. Колчин выполнил датирование той дендрошкалы по датам постройки пяти церквей. То есть взятые бревна с цоколей пяти церквей. Он нашел где-то в свидетельствах даты их строительства. Построил дендрошкалу и по этой дендрошкале датировал плавающую шкалу Неревского раскопа. Но очень важно отметить, что новгородские слои были датированы уже до того, как составлена шкала. И датировка Колчина полностью соответствует датам археологических слоев. Я выполнил независимое датирование плавающей дендрошкалы, той, которую создал Колчин, пяти независимыми методами. Это по короткопериодным климатическим сигналам, записанным в годовых кольцах можжевельника, по короткопериодным климатическим сигналам, записанным в хрониках, по длиннопериодным климатическим сигналам, записанным в геотермических, дендрохронологических и гляциологических данных, и по сигналам, записанным в эталонной кривой радиоуглеродного датирования, и по воронежской дендрошкале. Вот похоже, что этот метод датирования плавающих дендрошкал по сигналам, климатическим сигналам, я применил впервые, и думаю, что этот метод будет развиваться по шкале я специалисты лаборатории дендрохронологии института экологии растений и животных уральского отделения ран выполнили совсем замечательную работу на полярном урале они нашли можжевельник по и по нему выделили по его кольцам выделили климатические сигналы главным образом это летние заморозки они отражены в годовых кольцах морозобойными кольцами и второе это низкие летние температуры эти же сигналы я нашел в дендрохрон шкале новгорода но со сдвигом 391 год но я выделял сигналы сам это может быть сделал правильно но не совсем легитимно поэтому на втором этапе я взял те сигналы те угнетения которые выделил кулчин и сравнил с не их с теми сигналами которые выйдя выделили специалисты по северному уралу в области перекрытия опять же совпадало сдвиг на 391 год в области перекрытия попало 9 сигналов из можжевельника 5 из них совпали с дендро шкалой вот с этим сдвигом как я сказал то есть веро я не смог рассчитать вероятности случайного совпадения но ясно что они близки к нулю то есть вероятность этого датирования близка к единице подождите но сразу же возникает вопрос если я правильно понимаю то можжевельник то не из новгорода а откуда-то севера вот это вот правильно понимаете абсолютно правильно поэтому я проверил что же записано в кольцах можжевельника я взял информацию по глубоким скважинам гренландии это так называемые кислотные пики они привязаны годам это годы извержения вулканов сопоставила с морозобойскими кольцами можжевельника и получил очень хорошее совпадение скажу что по гренландским льдам даты не абсолютные а плюс минус первые годы немножко пляшут что-то совпало сто процентов что-то на один год то есть в кольцах можжевельника записаны глобальные климатические сигналы связанные с извержениями вулкана и эти же сигналы по крайней мере пять сигналов записаны в дендрохронологической шкале новгорода но со сдвигом 391 год относительно датировки кулчина но все-таки это ваше предположение вы допускаете что ваша датировка вот это новгородской дендро шкалы с этим сдвигом на триста один девяносто один год ошибочно так вопрос не ставится она близка к единице вероятность ошибки близка к нулю напомню анатолий тюрин кандидат геологами минералогических наук заведующий лабораторией геофизики волга урал не пегаза сегодня программе забытая история мы говорим о новгородской дендро шкале и дендро хронологии как таковой продолжайте прошу второе это сигналы записаны климатические сигналы записаны в хрониках есть очень и такое яркое событие климатическое в нашей истории это с 1600 601 602 603 годов это заморозки летние дожди не урожай то есть такое вот климатическое событие и она не случайно это случилось это извержение тысячу в начале года 1600 было извержение вулкана в южной америки и вот и это так отразилось для россии на россию если этот сигнал в дендро хронологической шкале новгорода есть он ярко проявился узкими кольцами их можно считать 3 можно 5 как это там как выделять два крайних кольца со сдвигом 391 год и что очень важно этот же угнетение это же сигнал выделил кольчик колчин он выделил три года это единственный климатический сигнал единственное угнетение длительностью три года остальные как правило один год несколько несколько угнетений два года это единственное то есть вот этот вот сигнал совпал опять и железобетонно и нормально следующее по я немножко не укладываюсь во времени Следующее по климатическим сигналам большим, глобальным, термометрическим, это я пропущу, там дает два решения, и может быть прав Колчин, может быть прав я, но средины нету или так, или так. По калибровочной кривой радиоуглеродного датирования в ней записаны и сохранены вариации солнечной активности вековые, и вот предполагалось, что в минимуму солнечной активности больше будет вот этих вот угнетений, чем максимум, это действительно так, но опять получилось, что и у Колчина вроде бы хорошо, и у меня вроде бы хорошо. И третий, пятый способ, это датирование по Воронежской дендершкале, здесь самый конец ее, тем не менее ярко проявилось три даты, это 390, 393, и самая яркая дата получилась 391 год. То есть в сумме по вот этим вот все шкала новгородская сдвинута в прошлое на 391 год, и вероятность того правильности моей датировки близка к единице. Ну а есть какие-то артефакты, которые подтверждают, к примеру, вот неверную датировку этих археологических слоев? Начнем с этого. Нету. Вся археология Новгорода железобетонная увязана с археологией России по керамике, по бусам, по бисеру, по стеклянным браслетам, по стеклянным перстням. Все это увязано с железобетонной. Поэтому вот эта вот моя датировка новгородской шкалы сдвигает всю хронологию, археологическую хронологию всей России на 400 лет вверх. И это автоматически сдвигает всю хронологию Европы и мира на 400 лет вверх. И это главная причина того, что почему археологи, то есть дендрохронологи не могут построить археологические шкалы до живых деревьев. Если мы все это сдвинем вверх, то их концы шкал благополучно попадут в 19 век. И вот смотрите, что получается. Теперь концы новгородских шкал. Концы новгородских шкал, если мы прибавим с них их 391 год, как раз характеризуют этапы градостроительства 18-19 веков. 1745, 1759, 1762 и тогда 1853. То есть, вот, и здесь несколько моментов есть, это самое. В последнее, что вот самое, я прокомментирую всего одну дендрохронологическую дату. В подъезде водяных ворот Кремля получена дендродата сооружения бревенчатой мостовой. 1521 год. Это соответствует 1912 году. Каким образом могли обустроить 1912 году въездную дорогу в Кремль? Реально только укладкой мостовой. Время массового применения асфальта еще не настало. Эта мостовая спокойно дослужила до Великой Отечественной войны. Потом была засыпана продуктами разрушения города. Потом на них их выровняли, положили асфальт, а потом археологи это раскопали. И еще очень важный момент. Археологи новгородские построили небольшую дендрошкалу по впускным сооружениям. Если прибавить к ее концу 391 год, то получится 1945 год. То есть они раскопали пустные сооружения. Это послевоенные землянки, в которых поселились люди после войны. Спасибо. Подождите, еще я все-таки пытаюсь вот с этой разницей в 400 лет. Ведь когда вы говорили о дендрохронологии, вы говорили все-таки, что какие-то вещи описаны... Там, по-моему, все-таки 1600 какой-то год точно фигурировал. Но это уже точно. Если добавить 391 год, будет какой-нибудь 2070. Да, я не успел рассказать про дендрошкалу Твери. Она, оказывается, почти доведена до 20 века. Но, оказывается, она соединена из двух дендрошкал. Одна дендрошкала была у археологов, кончалась в 1430 году. И шкала, построенная по архитектурным сооружениям, кончалась в 1915 году. Так вот, они взяли ее и соединили между собой. И теперь у них такая шкала. Если мы ее разрушим и начнем собирать машинным способом, то, по моему предположению, все археологическая шкала впишется один к одному в шкалу по сооружению. Теперь еще. Если сдвигать все по шкале на 400 лет, значит, все даты меняются, получается, если я правильно понимаю. Но ведь находили берестяные грамоты. Вот как это согласуется? Никак не согласуется. Берестяные грамоты, они сдвигаются на 400 лет датирования, и все. И тогда прав окажется Фоменко и Носовский, которые датировали грамоту святой Варвары 18 веком по записи, которые находятся на этой грамоте. Все ляжет на свои места. Ну а вот вообще, если говорить о том, что вот дендрохронология — это главный, может быть, определяющий способ датирования неких артефактов. Примеры есть? Чего пример? Ну вот, когда дендрохронологию применяют для того, чтобы определить, датировать артефакт. Вот есть, я привел пример. Вот именно этот. Я пример привел, как датировали мостовую в Кремле, в Новгородском. И это, теперь это уже точно понятно, что это правильная дата? Какая правильная? Ну вот ту, которую вы говорили. Да, правильно, это 1912 год. Все. Спасибо. Анатолий Тюрин, заведующий лабораторией геофизики Волга-Урал-Непи-Газа, сегодня был в программе дендрохронологии. Мы говорили о новгородской дендрошкале. Значит, что? Мы сейчас должны, у нас еще есть 30 секунд на самом деле, и поэтому я хотел... Сейчас, секунду, секунду. У меня был один вопрос. На самом деле, который... Вот, да, 944-й. Вы вот можете так запросто сказать за 15 секунд, каков максимальный возраст новгородских храмов? Давай, давай, давайте. Вот он. Максимальный возраст новгородских храмов определен. Храмов? Да, спрашиваю, 944-й. Нет. Все храмы, которые находятся в новгороде на Волхове, это не те храмы, которые описаны в летописях. Летописи относятся к Ярославлю. Вот это вот, я занимался одним монастырем там и...